Цыглеменская библиотека номер 16 представляет Все флаги будут в гости к нам К 350-летию Петра I То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник Он всеобъемлющий душой, на троне вечный был работник Так писал Александр Сергеевич Пушкин о Петре I Выдающемся государственном деятеле Московском царе из династии Романовых Первом всероссийском императоре с 1721 года Великом реформаторе При нем Россия стала Российской империей И в государстве произошли глобальные и важные изменения Немного экскурса в историю В биографии Петра I важно отметить, что он был младшим сыном царя Алексея Михайловича От второго брака с царицей Натальей Кирилловной Нарышкиной С одного года воспитывался няньками А после смерти отца, когда Петру было 4 года Опекуном стал его сводный брат и новый царь Федор Алексеевич С пяти лет маленького Петра начали обучать азбуки Уроки ему давал диаг Зотов Однако образование будущий царь получил слабое и не отличался грамотностью В 1682 году после смерти Федора Алексеевича Десятилетний Петр и его брат Иван были провозглашены царями Но фактически управление взяла на себя их старшая сестра Царевна Софья Алексеевна В это время Петр и его мать вынуждены были отдалиться от двора И переехать в село Преображенское Здесь у Петра I возникает интерес к военной деятельности Он создает потешные полки, которые стали впоследствии основой русской армии Увлекается огнестрельным делом, кораблестроением Много времени проводит в немецкой слободе Становится поклонником европейской жизни, заводит друзей В 1689 году Софья была отстранена от престола И власть перешла к Петру I А управление страной доверены его матери и дяде В первый период правления Петра I Произошли три события, решительно повлиявшие на становление царя-реформатора Первым из них была поездка молодого царя в Архангельск в 1693-1694 годах Где море и корабли покорили его навсегда Архангельск в то время был единственным российским внешнеторговым портом Имевшим выход в мировой океан Сборы Архангельского порта составляли важную часть доходов государственной казны Петр Алексеевич трижды посещал Архангельск в 1693-1694 и в 1702 годах Первые два его приезда были посвящены знакомству с морем И первым шагам по созданию российского военно-морского флота Третий приезд был связан с деятельностью по укреплению обороны беломорских рубежей И выходом России к Балтике Вторым событием можно считать азовские походы против турок В 1695-1696 годах Которые отчетливо показали необходимость перемен в армии и на флоте Третьим событием явилась поездка с Великим посольством в Европу В 1696-1697 годах Эта поездка дала возможность Петру Первому непосредственно познакомиться с иным укладом жизни, культурой, идеями Кроме знакомства с Европой, Великое посольство преследовало цель обучения волонтеров морскому делу и кораблестроению Наймы иностранных специалистов, а также заключения союза с Австрийской империей Две первые задачи посольство успешно выполнило и навербовало около 700 специалистов А третья закончилась неудачей Австрия отклонилась от проведения единой с Россией политики Императору в значительной мере удалось решить большинство задач Которые стояли перед страной к концу 17 века Россия получила выход к Балтийскому морю Создала регулярную армию и флот Обрела государственное устройство, которое соответствовало европейским образцам Сделала мощный рывок в экономике и культурном развитии Заставила считаться с собой другие европейские страны Среди великого множества деяний государя Петра I Было и это немаловажное создание печатной газеты Которую можно было тиражировать и распространять во многих уголках России и за рубежом Главным в реформе быта в первой четверти XVIII века была европеизация Внедрявшаяся не столько убеждением или личным примером, сколько приказными методами В приказном порядке было введено бродобритие, европейская одежда Обязательное ношение мундиров для военных и гражданских чиновников Бритье бороды не делало русского европейцам, а лишь оскорбляло его религиозные чувства 16 мая 1703 года на одном из островов Усть-Яневы По распоряжению Петра I начали строительство Петропавловской крепости Крепость положила начало новому городу, названному Петром в честь святого, своего покровителя Санкт-Петербурга В 1712 году Петербург стал официальной столицей российского государства Кардинальные реформы были проведены Петром I в области культуры и просвещения Открылся первый русский музей «Кунсткамера» Однако годы тяжелого труда и вредные привычки подорвали здоровье императора 28 января 1725 года в результате болезни Петр I скончался Он был похоронен в соборе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге А теперь, друзья, воздадим должное памяти Петра I и в его честь создадим корабль из бумаги с помощью техники оригами Все, что нам понадобится, это лист белый офисной бумаги нужного формата Расположенный вертикально лист складываем пополам по его большей стороне А затем на получившемся прямоугольнике делаем еще небольшую складочку, как показано на фото Нижние уголки должны оставаться свободными Ориентируясь на эту складку, загибаем сначала левый уголочек И затем то же самое повторяем с другой стороны Дальше загнем нижний край получившейся заготовки То же самое сделаем с другой стороны А теперь заправляем эти краешки внутрь, сделав вот такие уголки Должен получиться следующий результат Раскрываем наш треугольный кармашек И снова складываем, но уже по другим линиям, делая вот такой квадратик Сгибаем по диагонали один из его свободных краев И второй тоже Получится вот такая модель Берем ее за верхние уголки, аккуратно растягиваем Наш кораблик готов, по желанию его можно украсить Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова